Субтитры создавал DimaTorzok 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 А Иоанн Грузный? Он последний рода Рюльиковичей Замечательно А Юстиниан кто? Гонитель церкви Юстиниан? Да Нет, не точно Может и Иоанн Гонитель церкви Нет, все равно. Так, мы уже ближе подходим. А Юлий Цезарь кто? Он есть, оператор. А Давид? Оператор. Давид кто? Царь, хорошо. В Израиле, правильно, совершенно верно. Ну, а Иефай? Судья. Ну, наконец-то пришли. И Иефай, я хотел вам показать, не меньше известная личность, чем вот кого мы перечислили. Для нас, во всяком случае, с вами, верующих людей. Вы себя должны вообще, как верующие люди, мнить в другой плоскости, не как светские люди, для которых Ленин, Троцкий, другие политические деятели, они как-то повлияли на их судьбу. На судьбу христианина может повлиять только Дух Божий. А Дух Божий был на пророках, как мы знаем. Потому что иначе они бы эти подвиги, которые совершали во имя Господа и Иеговы, они бы никогда их не совершили. Поэтому, ну, надо знать, что Иефай, он был одним из пророков, одним, а их еще было много. Мы же с вами проходим у этих пророков, останавливаемся на них немного. Но я так понимаю, просто я для чего это все спросил. Мне просто интересно знать, насколько заразительно я могу передавать свою любовь к Библии. Ну, вижу, что это сомнительно очень. Моя любовь не передается никому из вас. Ну, это, конечно, грустно с одной стороны, но вы не думайте, что я там злюсь на вас или еще что-то там, какие-то у меня гневные чувства возникают. Нет, просто каждый из вас своим путем до Библии дойдет. Кто-то полюбит ее, кто-то нет. Кто полюбит, тому будет интересно ее читать. Не надо будет сидеть со скучным видом вот таким вот. Что там и что у меня будут рассказывать? А будете радостно? А в каком году это было? В каком году это было? А другие посмотрят, скажут. Девочка, ты что? Ку-ку? Зачем тебе этот год нужен? Что за год? В котором дочь Ифая сказала своему отцу. Отец, все, весь обед, который ты дал Господу, все, что ты заповедал ему обо мне, исполни. Исполни. Кстати, читал Тарасия. Где Тарасий? Нету Тарасия. Вот так вот. Что, заболел, что ли? Нету, не старался. А что, не приехал? Не вошел в машину? Почти угадал. Почти угадал. Еще угадывать надо. Просто невероятно. Итак, это все было в 11 главе книги Судей, когда пророк Ифай разбил войско маньянитян. И было на Ифае написано Дух Господень. Я Тарасий хочу сказать, ему повышение, читает псалтырное чтение, он как взрослый уже читает. Так что он здесь и он служит. А, он что сейчас будет читать? Он на богослужение сейчас. А ему сколько лет? Потому что 13? Да, будет 13. 13-й год ему. Он считает хорошо? 13-й. 13-й ему? Да. А, 14-й уже? Ну да. А, 13-й есть уже. А, ну значит хорошо. Так что молитесь за него. Он не отлынивает, он трудится. Итак, Ифай дал обет Господу и сказал, если ты предашь амонитян в руки мои, то по возвращению моим с миром от амонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу и вознесу сие во все сожжение. Понятно? Вот мы сейчас платим, не платим, а отдаем десятину священнику. А десятину почему отдаем? Для Господа. Что это десятина? Это жертва наша. Наша жертва приношения Господу. Десятина. От твоих трудов. Она заключается в деньгах. Может заключаться в каких-то продуктах, которые ты выращиваешь и так далее. Собираешь ли или еще что-нибудь. Понятно? Так вот, все сожжения, все сожжения, это тоже жертва. Почему все сожжения? Значит, все, что человек отдает священникам, Господу, это все должно сгореть ради Бога на огне. Понятно? И теперь, а так как навстречу выйдет из дома, он говорит, и навстречу выходит его дочь. Выходит навстречу. Дочь отца и отец он ее, родная дочь его, он ее любит. Я прошу Тарасия. Я говорю, Тарасия, почитай, когда она сказала отцу, отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мной то, что произнесли уста твои, когда Господь совершит через тебя отмщение врагам твоим, амманитянам. И сказала отцу своему, сделай мне только вот что. Отпусти меня на два месяца, и я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими. Он сказал, пойди. И отпустил ее на два месяца. Она пошла с подругами своими и оплакала девство свое в горах. По прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над ней обед свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обучу Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочери Павела Дитянина. Четыре дня в году. Поставьте теперь себя на место отца, на место дочери. Вера в Господа Бога была необыкновенная. То, что тут ненамного старше вас бывшая наша сестра говорила о том, как она перестала верить в Бога, это все ждет и вас, если вы не будете бодрствовать над собой. Вот как она бодрствовала, эта доча Ифая. Я хочу сказать здесь у евреев два толкования. Второе толкование дается, упоминает оплакивать девство. А при чем тут девство, если в жертву принести? И далее опять опоминается, что она в девстве. То есть они ждали потомства, у нее дочь, сына нет. Это вся надежда была, продолжение рода. У евреев это очень высоко стояло. И она сохранила себя в девстве, а оказалось, что мужа не будет, и она оплакала его. В жертву, то есть не убил, а она осталась, по-нашему сказать, монашкой. Это и у евреев такое толкование. И она имеет основание под собой, потому что дважды упоминается о девстве. А при чем тут девство? Оплакивала. И отец, когда вернулся назад, опять о девстве. То есть отец закрепил этот обед. И она замуж не вышла. Прервался род его. А для него это равнозначно, что потерял ее навсегда. Вот такое толкование. Там еще дополнительно, потому что всесожжение человеческое не могло быть принесено Богу, потому что Господь как раз все эти всесожжения людей отменил. Потому что это прерогатива была языческих богов. Когда было тяжело, то люди отдавали в жертву какого-то человека, даже своего любимого, дочерей, сыновей и так далее. Но так как это был Господь Бог Иегова, который сам отменил, поэтому эта жертва заменялась жертвой духовной, будем так говорить. Духовной. А это было очень тяжело. Почему? И страшно. Почему? Потому что первые слова библейские нам говорят о том, что продолжение рода должно быть неотвратимо для каждой семьи еврейской. Потому что, как сказано в третьей главе, жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, 16 стих 3 главы, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей к мужу твоему, в лечении твоем будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты не послушал голоса жены твоей ела древа, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него проклята земля за тебя. Во все, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе. Так. А змею сказал Господь. Так, да где же тут? Никак не могу найти. А змею сказал, потомство Евина будет поражать. Ты будешь жалить его. А, вот. Пятнадцатый. И вражду положу между тобой, и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. То есть, будет потомок от Адама и Евы, который сокрушит сатану. Вот этого древнего змея, который сделал так, что люди проклятые, земля вся проклята. Вот такие вот страшные слова произнесены. И двенадцатая глава. Ефремлияне собрались и перешли в Севину и сказали Ефаю. Для чего ты ходил воевать с аманитянами, а нас не позвал с собой? Ну, в общем, одно из племен возмутилось, почему его не позвали. И решили наказать Израиля за это. Что вот так вот мы не воевали, не стали героями, как все вы. И в этой войне Ефай победил их. И когда они переходили через Иордан, то победившие войска Ефая, воины, спрашивали, скажи Шибалет. А они говорили Сибалет и не могли иначе выговорить. То есть, был и говор даже разный у еврейских племен. И тогда они, взяв его, заколали у переправы через Иордан. И пало в то время из Ефремлян 42 тысячи. Вот это революция была. Что мешало этим людям, Ефремлянам, согласиться? Ну, не пригласили их, да не успели. И что, какие вопросы там можно было задавать? Ну, из вас никто не пал и так далее. Хватило и 11 колен. Для чего нужно было это устраивать, такую бойню? И Ефай был судьей Израиля 6 лет. И умер Ефай голодитянин и погребен в одной из городов Галаадских. После него был судьей Израиля Есивон из Вифлеема. У него было 30 сыновей и 30 дочерей. Отпустил он из дома в замужество. А 30 дочерей взял со стороны за сыновей своих. И был судьей Израиля 7 лет. И умер из Силона, погребен в Вифлееме. После него был судьей Израиля Елон Заволонянин. И судил Израиля 10 лет. И умер Елон Заволонянин. И погребен в Аналоне, в земле Заволонской. После него был судьей Израиля Авдон, сын Гелела Перафонянин. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах. Он судил Израиля 8 лет. И умер Авдон, сын Гелла Перафонянин. И погребен в Перафоне, в земле Ефремовой, на горе Амаликовой. 13 глава. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред отчами Господа. И предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. То есть вот еще было после Ефая 3, видим, судьи. Но они правили, не правили, а судили Израиля очень недолго. Если в общем взять, всего-навсего получается 21 год. 21 год, трое судей, вот так Господь менял их. Почему-то не одинаково, не по 5 лет, как у нас сейчас там президент. Или не по 4 года, как в Америке президент. А именно вот как Господень говорил, так вот и судили Израиля. Но зато потом, когда эти божьи правители Израиля не помогли народу встать на путь истины. То есть народ не понимал, почему он должен исполнять законы Господни строго так. То Господь предает сразу в руки, сразу на 40 лет в руки врага. Вот вы не думайте, что просто перед нами сестра выступила и, ну как бы, немного ей сказали. И она ушла, и все, на этом все прекратилось. Нет, нет, она с этого мгновения предала себя в руки врага. Господь предает ее в руки врага. А этот враг, это змей древний. И он может, видите, сколько властвовать над людьми. На целом народа может властвовать 40 лет. А что такое властвовать? Беды, постоянные беды и скорби. И мы об этом сразу начинаем читать, об этих бедах. В то время был человек из Цоры, из племени Даного именем Маной. Жена его была неплодной и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, вот ты неплодной и не рождаешь. Но зачнешь и родишь сына и так, берегись. Не пей вина и секера, не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его. Потому что от самого чрева младенецей будет назарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Ну, назарей Божий. Назарей Божий это обед. А обед может давать только сам человек уже в сознательном возрасте. Назарейство давать обед. То есть, Господи, я буду служить Тебе, не буду есть ничего виноградного, не пить ничего, что из винограда. Бритва не коснется волос моих. Ну, бороду и так не брили. Значит, и на голове тоже будет волос отрастать. То есть, он сознательно должен говорить. А здесь приходит Господь и говорит женщине, что родившийся уже в очреве нее младенец, он будет уже назарей Божий. И поэтому ты уже в младенческом возрасте должна его поддержать. И не пить ни вина, ни есть винограда. Потому что он будет назареем. А назарей кто? А обед какой? Обед веры в Господа? Других каких еще обедов? А зачем это нужно? Вот она не задает никаких вопросов, женщина. Почему? Ну, такая вера была. Пришел ангел и так далее. Вот сейчас к вам придет ангел. Вот я пришел к вам, вот Сигнатик на чем. Сидим, я задаю вопрос о Библии. Вы ничего мне не отвечаете. А ангел придет к вам. Он же не будет тебе все так рассказывать подробно, как я. Вопросы задавать наводящие. Пришел ангел Гавриил. К кому? К Деве Марии. Богородицы. И что он там? И какие-то наводящие вопросы задавал, что ли? Радуйся, благодатная, Господь с тобою. И она начала уже думать. Так, кто это ко мне пришел? Правильно ли он все сказал? Заденет ли это честь человеческую, честь женскую, честь Бога? То есть она уже все сама в голове построила это. А ей было всего 15-14 лет. Тебе сколько лет? 11. 11. Тебе сколько? 17. 17. А ей было 14. Ну я как бы к тому говорю, что по идее вы уже, ну как бы Библию должны знать приблизительно, о чем она говорит хотя бы. Вся Библия говорит о том, что человек неукоснительно верующий верует в Бога. А во что верует? Как верует? Вот мы про это и проходим. Как веровать? Во что веровать? Зачем веровать? И что после этого будет? Вера это наше все. Вера это цель жизни нашей. Вот кто вас спросит, там цель жизни у кого? Ну у всех цель жизни меркантинная. Выйти замуж за миллиардера, там машина что была такая шикарная, ехать вот такой развалясь там. Еще чтобы не управлять, пускай там саму кто-то робот рулит. Или еще что-нибудь там. Наша цель жизни так свято прожить согласно книге Библия. Вот в этой жизни. Чтобы Господь никогда, ни ангел за нас не покраснели. Чтобы опять не распинать своими поступками Господа. Мы своими поступками распинаем, написано апостол Павел. Распинаем Господа мы, понимаете? А как это будет? Это будет очень легко тогда, когда мы не будем знать слов его. Вот слов его в Библии. Продолжим. Жена пришла, сказала мужу своему, человек Божий приходил ко мне, которого вид как вид ангела Божия, весьма почтенный. Сразу жена приходит к мужу своему, все рассказывает как было. То есть это было без мужа, естественно видение было только тому человеку, которого предназначалось. Она сразу все рассказывает мужу. Почему? Почтение такое было к мужу. Страх пред мужем, как страх пред Богом. Это почтительность называется. Великая почтительность. Как так? Я знаю, а муж не знает. Так это стыд какой-то, горе какое. Надо обязательно сообщить. И ангел не явился и не сказал, это ты что-то мужу все рассказываешь, а? Нет. Нету этого. А муж задает ей вопросы и все она ему рассказывает. Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять этот человек Божий. И услышал Бог голос Маной. Услышал. Пришел сначала к жене, ангел, а не к Маной. А что не к Маной сразу, раз он выше? Вопросов нету, потому что это Господь делает, а не мы с вами. Но однако, как поступает женщина? Правильно. Посмотрим, как вы будете поступать. Вы же будущие женщины. Жена тотчас побежала и известила мужа свою, сказала ему. Вот явился ко мне человек, приходивший ко мне. Опять, опять, она сразу к нему прибежала. Он говорит, только придет сразу ко мне беги. Он еще не успел, ангел, сказать ей ничего, она уже бежит к мужу. Пришел опять. Ну ладно, пришел, все, что дальше, дальше говорит. Маной встал и пошел. Подошел к тому человеку и говорит, ты ли тот человек, который говорил с этой сею женщиной. Ангел сказал, я. И сказал Маной, итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем всем и что делать с ним. То есть он уже не стал его переспрашивать. Говорит, ну все, я уже, у меня жена пересказала. Все, что дальше-то делать? Какие они были в вере легкие на подъем. Вот дай Бог нам такими же быть. Но мы должны быть легкими на молитву. И так дальше продолжим эту интересную историю. Что дальше было с Маной и его женой. Кто будет младенец в устану славу, веки, веков, аминь. Кто болеет? Голова болит? Голова у него болит. Голова болит. Голова болит. Голова болит. Голова болит. Песня. 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 Песня.